Физкульт-привет, друзья, ученики, просто случайный зритель. Сегодня отвечу на вопрос один, который, кстати, часто задают девчонки. Пока еду в зал, на встречу с командой 5% мы хотим совместно замутить проект, ежегодный турнир памяти Рича Пиана по подъему штанги на бицепс. Думаю, будет интересно. Кстати, следите. В начале следующего года наверняка он пройдет в зале Iron Religion. Какой же вопрос чаще всего задают девчонки? И вот буквально вчера получил еще такой вопрос. Ситуация в следующем. Девушка приседает, делает различные упражнения, но замечает, что квадрицепс развивается интенсивнее, нежели ягодичные или бицепсы бедра. В чем же причина, спрашивает она, что посоветую я и стоит ли отказаться от приседаний? Друзья, тот, кто смотрит мой канал уже давно, кто читает мои статьи, знает, что лучшее упражнение это приседания и для парней, и для девушек. И никогда, ни в коем случае нельзя от него отказываться. Если у вас преобладают квадрицепсы, говорит это только об одном. О том, что вы не доседаете даже до параллели. До параллели квадрицепса с полом. При такой ситуации ягодица уже опустится ниже параллели и будет включаться максимально в работу. Но если вы можете садиться в так называемый тяжелоатлетический присед, то есть очень глубоко опускать таз к полу, это вообще идеально. Вы уже знали из моих статей, и скоро вот выйдут ролики о глубине приседа и о трех видах приседаний. Приседания бывают бодибилдерские, пауэрлифтерские и тяжелоатлетические. Так вот, тяжелоатлетические для девушек самый лучший вариант. На втором месте пауэрлифтерский вариант и билдерский вариант я вообще бы не рекомендовал девчонкам, потому что они преимущественно включают квадрицепс. Конечно, бицепсы тоже работают и ягодицы, но не так сильно. Что нужно делать, чтобы понимать, насколько глубоко вы приседаете? Вот девушка прислала мне этот вопрос, и как и всем другим, я сначала рекомендую снять себя со стороны, с разных сторон, чтобы посмотреть и оценить глубину приседа. И девушка сделала то же самое, сразу же прислала мне видео и сама ответила на свой вопрос. Садится она недостаточно глубоко, то есть даже не доходит до пауэрлифтерского варианта тренинга, когда мы опускаемся, чтобы квадрицепс был параллелен полу. Немножечко не доседает. Естественно, при такой ситуации вы будете, как мы уже говорили, перегружать ваши квадрицепсы. На самом деле, даже если вы будете оставлять в своей программе тренировок только одно упражнение, приседания, у вас будут самые красивые ножки, у вас будут самые смачные, самые сочные ягодичные мышцы. Единственное, девчонки, обращайте внимание на то, как глубоко вы опускаетесь в присед. В идеале, каждую тренировку снимайте себя на видео. Между подходами отдыхая, контролируйте, насколько глубоко вы приседаете. Если вам тяжело, снижайте смело вес, обучайтесь грамотной технике. Обязательно изучите мою статью, видео, посмотрите о трех вариантах приседаний. Потому что для каждого варианта своя техника, есть свои нюансы. Если вы хотите реально очень глубоко приседать, то здесь рекомендация, чтобы сохранять свое здоровье, выводить коленки за носки. А вам постоянно говорят, обучают, я тоже говорю, не делать этого. Но это касается только опускания до параллели. Даже в билдерском варианте возможен немножечко выход носка, вернее коленки за носок. Но только в том случае, если вы действительно высокий человек или у вас какие-то свои антропометрические характеристики относительно длины берцовой кости и голеностопа. Так что очень важно понимать, что вы хотите от своих тренировок. Очень важно понимать, как грамотно приседать. И выполнять приседания постоянно. Когда вы обучитесь хорошей технике приседа, но тот, кто следит за моими работами, знает, что нужно и необходимо переходить на периодизацию. Вначале это может быть периодизация такая маленькая, когда вы на одной тренировке приседаете на 8, скажем, 12 повторений, при этом используете более солидное отягощение. На другой тренировке вы приседаете от 15 повторений до 20, иногда и выше. При этом веса, естественно, меньше. И редко иногда устраиваете себе, если вы девушка, силовой тренинг конкретно, это когда вы делаете на 6-7 повторений, естественно, веса уже возрастают. Ну а если вы парень, то это 3-5 повторений. Иногда можно опускаться до 2, но лучше, конечно же, не опускаться ниже 3 повторений. Это гарантирует как бы и сохранение вашего здоровья, и очень сложно на самом деле, тем более если тренируешься один, работать на 2 повторения. Никогда не работаем в одно повторение, никогда не делаем никакие проходки. Это глупо, небезопасно и контрпродуктивно. Серьезно. Как только вы делаете какую-либо проходку, чего, кстати, никогда не делают силовики, грамотные силовики, они совершенно по-другому подходят к тренингу. Смотрите на это как на сохранение, улучшение вашего здоровья в первую очередь. И тогда у вас все будет грамотно, красиво и здорово. Не забывайте, что вышла моя книга «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес», которую уже можно купить. А также скоро выйдет книга для девушек исключительно. И обязательно для инструкторов, для персональных тренеров, для всех тех, кто взял на себя смелость и ответственность тренировать других людей. Особенно девочек. В этой книге будет очень много полезного. Очень. Реально очень много. Будут эксклюзивные вещи. Будут вещи от моего друга, известного вам эндокринолога Алексея Калинчева, который напишет целую главу специально для вас, девчонки, относительно гормонов. Будут еще выступающие девочки, которые напишут статью о питании, именно как оно должно изменяться в зависимости от изменения возрастных групп. Но сейчас идет конкурс, я уже говорил. Мне нужно от вас название для данной книги. Если оно понравится мне и я его использую, вы получите от меня год бесплатного онлайн тренинга в подарок. Год. А тот вариант, который наберет больше всего лайков от, естественно, других подписчиков, вы увидите тоже хорошую для себя бонусную составляющую вознаграждения. Получите бесплатный доступ в мою закрытую группу, где на каждую неделю предлагаются варианты тренинга относительно периодизации по типу различных мышечных волокон. Так что, друзья, следите за всеми изменениями, за всеми предложениями, которые будут. Грамотно приседайте. Изучите три варианта приседа и все необходимые условия для того, чтобы безопасно приседать. Скажу здесь еще одну важную вещь. Когда вы хотите действительно осваивать очень глубокие приседания, очень важно использовать штангетки в своем тренинге. Но только, когда вы тренируетесь именно в таком режиме, чтобы наработать вот эти максимально глубокие приседания. Не нужно ходить в штангетках по залу, не нужно делать другие упражнения. Тем более, другие варианты приседа тоже не стоит выполнять в штангетках. И присылайте свои варианты названия книги. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока! Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...